Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в описании. Поехали! Эта программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Вы на моём канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с генеральным директором Transparency International России Ильёй Шумановым регулярно здесь встречаемся, чтобы рассказать про всякие важные, интересные сюжеты, истории и новости, которые могли случайно оказаться не во первых строках, но, кстати, часто бывает и на первых полосах. Чуть подробнее вам обо всём рассказать. Илья, привет! Привет, Таня! Привет, уважаемые зрители! Чтобы ничего совсем не пропускать, потому что мы с Ильёй встречаемся раз в две недели, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ильис. Ссылка будет в описании к нашему стриму. И часто я именно оттуда подбираю и прошу Илью о тех или иных темах, которые мы обсуждаем с детями, богатые тоже прячут. И первая тема, она на самом деле является очень такой важной, наверное, составляющей, немного, может быть, и неожиданной в контексте того, что происходило в последние несколько недель вокруг Нагорного Карабаха. Мы в утреннем эфире очень много говорили про ситуацию с точки зрения гуманитарной, катастроф с военной точки зрения, с политической точки зрения. Но есть и такой аспект, про который, наверное, интересно поговорить и с Ильёй. И я бы хотела поговорить конкретно про Рубена Варданяна, который был арестован. Азербайджанские власти обвиняют его в финансировании терроризма. Это очень серьезное обвинение. Варданян арестован, были показаны кадры, как его ведут, и уже как он в наручниках. Илья, расскажи, пожалуйста, вот что ты здесь выделяешь, учитывая сферу твоих интересов и учитывая твои компетенции? Таня, это замечательный вопрос. И давай начнем с того, что мы понимаем, что азербайджанские власти достаточно тесно сотрудничают с турецкими властями, а турецкие власти входят в НАТО и достаточно активно сотрудничают в рамках работы спецслужб между европейскими спецслужбами и турецкими спецслужбами. Исходя из того, что арест Рубена Карленовича Варданяна был публично растиражирован таким образом, поскольку его фигура как государственного министра, отвечающего как раз за эту независимую от азербайджанских властей неформально независимую территорию, в арцах республики, очевидно, что это город, гораздо более масштабная фигура Варданяна, нежели чем целого ряда официальных лиц, связанных с этой территорией, потому что он медийный. И несмотря на аресты большого количества политических деятелей и административных влиятельных чиновников республики Арцах, азербайджанскими властями, на слуху только фигура Варданяна. И его дети обращаются к лидерам других стран, и он раздает интервью и комментарии, пытаясь защитить себя. Это было накануне ареста, так говорюсь. Но важно, что он достаточно тесно до сих пор связан с российской элитой. Собственно, свои капиталы склотил он в России, и, очевидно, до сих пор он связан с российскими властями. И, по всей видимости, утрата такого ценного актива, назовем так его, для российских властей, как Рубен Варданян, который знает достаточно много о российских схемах вывода денежных средств, о российских легальных финансовых потоках и нелегальных финансовых потоках, мне кажется, это очень большая угроза. Можем даже назвать угрозу для национальной элиты. Не просто какой-то мифической национальной элиты, а, назовем так, это отдельная группа, группа, связанная с Сергеем Викторовичем Чемизовым, главой государственной корпорации Ростех, чьим личным банкиром долгое время выступал Варданян. Работая в «Тройке диалог», Варданян, следуя данным расследования «Тройка ландромат», который выпустил ОССРП, собственно, журналисты выявили, что Рубен Варданян использовал целый ряд офшорных компаний для того, чтобы помогать российской элите выводить денежные средства. Это депутаты Государственной Думы, это и как раз деятели, топ-менеджеры Ростеха, с которыми он связан с такими деловыми отношениями. Он действительно в одном из своих частных фондов владел, которым он владел, принимал от них деньги и управлял их финансами. Это я говорю про людей из государственной корпорации Ростех и его фонд «Квинта Кэпитал», но еще и неформальные связи, которые были между Варданяном и представителями группы Чемизова. Это и охотничий клуб временогода, это и какие-то другие неформальные практики, типа, например, совместного проживания в испанской деревеньке с Агро. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно рискованная затея терять таких деятелей, приближенных к представителям первого ряда российской элиты с точки зрения того, что в случае того, если Варданян вдруг неожиданно начнет сотрудничать с азербайджанскими и турецкими спецслужбами, возможно, мы узнаем гораздо больше об активах российской элиты, которые спрятаны за рубежом. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, парадоксально, как могли упустить такого человека, знающего очень много. Но подожди, а подскажи мне тогда вот что. Ведь Рубен Варданян начал дистанцироваться, во всяком случае, от государства, расти уже какое-то время назад, когда он занялся конкретно политикой, когда он ехал на Горный Карабах, занял там пост, когда объявил о том, что он выходит из российского гражданства. Это не свидетельствует о том, что, возможно, он и свое такое вот финансово решательное, решабельное, решальное, не знаю, как правильно это назвать, вот эту вот свою функцию он тоже кому-то, может быть, передал, перестал ее выполнять. Или нет? Или нету никаких косвенных свидетельств о том, что Варданян эти связи с Чемизовым, например, разорвал? Ну, я не буду говорить, уверяя вас, что знаю все, по одной простой причине, потому что у меня нет, конечно же, информации из головы Рубена Варданяна и нет доступа к этим секретным данным, которые связывают с Чемизовым. Но я могу сказать, конечно же, ситуация драматически изменилась с началом войны в Украине, введением санкций, ограничений и арестом активов, которые были за рубежом. И очевидно, что активы Варданяна, они тоже оказались под подозрением еще раньше, после публикации расследования «Тройка диалог», и он уже был в значительной степени скомпрометирован по отношению к, скажем так, его нейтральному статусу инвестиционного банкира или такого филантропа, которому он себя представлял. Исходя из этого, я думаю, что у него и возможности особо не было. Другое дело, что знания и информация о схемах вывода, схемах контроля и управления капиталом людей из ближнего круга, президента Российской Федерации, потому что Чемизов — это старый соратник и друг Владимира Путина, думаю, что эти знания до сих пор имеют какую-то значимую ценность. Что касается дистанцирования, то да, он публично достаточно много инвестировал в свой публичный образ, как человека, отказавшегося от российского гражданства и получивший гражданство Армении. Таня, ну мы сколько с тобой знаем людей, в том числе российских миллиардеров, которые с удовольствием отказываются от российских паспортов, более того, называя себя израильскими предпринимателями казахского происхождения, как, например, господин Волож пытался про себя говорить. Очевидно, что желание дистанцироваться от России возникает иногда не только по причине такой лютой, нестерпимой любви по отношению к своему месту рождения или связи с настоящей Родиной. Просто напомню, что Нагорный Карабах на самом деле прошел войну в 2020 году. И у Рубена Варданяна в 2020 году, несмотря на большое количество интервью, не дернулась рука сдать российский паспорт, а от российского гражданства он оказался только после начала войны, при том не в первые месяцы начала войны, а уже когда стало понятно, что это всерьез и надолго. Не защищаю Рубена Карленовича, он в плохой ситуации находится, мы не будем заниматься тем, что будем пинать лежачего или человека, который находится под прессом азербайджанских спецслужб. Я не думаю, что это справедливо по отношению лично к нему. И вопрос, связанный с финансированием терроризма, это, наверное, компетенция азербайджанских властей. Но нас интересует, в первую очередь, профиль этого человека, как человека, связанного, такого финансово-связного, давай назовем, Сергея Чемизова и людей из группы, из корпорации Ростех. Хочу сказать, что до текущего момента компания Варданяна, она имеет долю в такой известной российской компании, как КАМАЗ, которая контролирует Ростех. Это не контролирующая доля, это не полностью контроль или управление таким большим активом, но это тоже, наверное, символично и показывает, насколько далеко он ушел от группы компаний или госкорпорации Ростех. Не так сильно далеко ушел, как он хотел бы представить на самом деле. Просто никто не проверяет эту информацию. Понятно. Есть еще у нас один сюжет, за которым мы следим, который развивается. Мы в нескольких с тобой программах обсуждали, как начиналось, как развивалось и как продолжается буквально национализация активов. И теперь к этой дискуссии, к этому процессу подключился уже на уровне отчета перед президентом, я прошу прощения, генеральный прокурор по фамилии Краснов. Так вот, расскажи, пожалуйста, там насколько что-то новое, интересное и важное рассказал Краснов Владимиру Путину. И можем ли мы сделать вывод, что то, что хотели национализировать, уже все забрали и хватит, или это вот процесс, который будет длиться, длиться и длиться. Хочу сказать, что наша с тобой роль, Таня, и уважаемых зрителей, которые смотрят, лайкают и шерят видео, очень большая и значимая. Объясню почему. Что как только мы начали с тобой обсуждать эту тему, а мы были одни из первых, как-то начали всерьез обсуждать эту тему, потому что консолидированную информацию никто не собирал до этого момента. Мы с тобой одними из первых, на самом деле, подняли эту тему и начали всерьез говорить о национализации как о неком существенно значимом явлении в российской политической жизни и экономической жизни, потому что она коснулась очень большого количества предприятий, более 20 крупных предприятий стоимостью более миллиарда, наверное, или нескольких миллиардов рублей. Очевидно, что это значимое событие по меркам даже России, а уж не говоря уж о отдельных регионах, где эти предприятия изымались. И следуя по логической цепочке времени, которая после нашего с тобой сюжета, мы увидели, что эту тему подхватили, подхватили эту тему глава РСПП господин Шохин, эту тему подхватил Максим Решетников, еще эту тему подхватило большое количество бизнесменов, которые говорили о недопустимости пересмотра итогов приватизации, потому что именно мы так и подавали национализацию как альтернативу приватизации. И вот на Восточном экономическом форуме три недели или четыре недели назад Владимиру Путину его интервьюер, журналист, задал вопрос о том, не видит ли он угрозы вала национализации в России, на что президент сказал, мы держим эту ситуацию под контролем, и спросил у Краснова, у генерального прокурора, так же, правильно? И Краснов, конечно же, ему ответил, да, все, мы действительно все держим под контролем, и через некоторое время, буквально через неделю, Краснова вызвали второй раз за год, такое не происходит практически никогда, в Кремль, и Краснов рассказывал о большом количестве вопросов, связанных со специальной военной операцией, с войной, давайте называть вещи своими именами, с социалкой, с военно-промышленным комплексом, и, конечно же, Путин интересовал вопрос, который Краснов ставил ему на десерт, вопрос национализации, на что Краснов выдал совершенно другие цифры, которые отличаются от тех цифр, которые у нас есть в публичном доступе, он занизил их достаточно сильно, но не суть, бог ему судья Краснову, важно, что после публичного замечания, после отдергивания Краснова со стороны Путина, Решетникова, Шохина, еще целого ряда там чиновников финансово-экономического блока национализация прекратилась, нету больше исков генеральной прокуратуры к российским предпринимателям по изъятию тех активов. Тань, и я могу сказать, конечно же, может быть, не мы только с тобой, но наша роль достаточно была высока в этом, именно в части того, что мы запустили эту информационную волну, которая долетела вот таким образом, пусть с усилением, искажением и трансформацией, до Владимира Ясно-Солышка Путина, который, собственно, своими руками, видимо, эту гидру национализации задушил. Надолго ли? Нет. Скорее всего, нет. Остались ли еще другие рычаги для национализации? Да, их очень много. В частности, указы президента, по которым забирают активы крупных иностранных компаний. Проекты Сахалин-1, Сахалин-2, которые достались Роснефти и Газпрому. Мы помним энергетические активы Фортум. Мы понимаем, что были Юнипер, которые также достались российским крупным нефтегазовым компаниям. Конечно же, Карлсберг и, конечно же, Данон. Никто их не забыл. И мы понимаем, что вот этот рычаг, который действительно существует, указы президента, которые изымают активы, передают их под контроль совершенно конкретным финансово-промышленным группам, связанным с ближним окружением Владимира Путина. Будь то родственники Рамзана Кадырова, будь то Игорь Иванович Сечин и компания Роснефть, будь то Газпром. Такая вот Петрушка. Интересно, кстати, добавлю по поводу национализации Карлсберга, про которую мы говорили, тоже довольно любопытно развивалась история. Тут Карлсберг Групп заявила, что расторгает лицензионные соглашения, которые позволяют Балтике производить и продавать пиво, принадлежащее группе брендов. Я думаю, учитывая то, как поступили с активами Карлсберга, можно ли предположить, что наплюют они на этот отзыв лицензии и будут делать, что хотят? Тань, ну я думаю, что вопрос не в секрете рецепта, наверное, а в торговых... Конечно, конечно. Этикетки. Этикетки. Очевидно, что выпуск фильма Барби в российском кинопрокате это примерно одного и того же категории, наверное, обстоятельств или проблемы. Защита товарных знаков или заключение лицензионных соглашений выполнения авторских прав. По всей видимости, если из Государственной Думы идут крики, раздаются крики, по-другому не скажу, о том, что давайте это авторское право, эти лицензионные соглашения, которые идут нас с иностранными компаниями разрывать или игнорировать их фактически. Очевидно, что мы недалеко находимся в этой ситуации. Ничего не мешает России превратиться в условный Иран, где разливают собственную Кока-Колу, игнорируя права этой торговой марки на товарный бренд, который у них есть, и используют товарный знак в нарушении всех возможных авторских прав и условий использования его. Думаю, что Россия очень близка к этой ситуации. Если, конечно, не Кроненбург 1644, по-моему, да, это пиво, которое есть, то какие-то другие лицензионные соглашения, другие марки пива, по всей видимости, ничего не мешают компании, связанные с Рамзаном Кадыровым, Рамзаном Кадыровым продавать и производить. Поэтому, думаю, что мы на грани вот этого такого искажения системы интеллектуальных прав, которые существуют в России, с учетом того, что фактически международная правовая система может дойти до того, что она будет просто игнорироваться, и у нас будет создаваться какая-то суверенная система с собственными товарными знаками. Ну, хотя я вижу, что и кто-то пытается все-таки как-то дистанцироваться, типа KFC переименовывается в Rostics, но кто-то может и выбрать другой путь. Еще хотел с тобой поговорить непосредственно про людей, занимающих какие-то посты, хотя мы смотрим, что видим, что есть некая тенденция, что посты уже отдают сразу и детям тоже. Любопытно очень, я увидела сюжет у тебя в телеграм-канале про швейцарские банки, которые привлекли внимание Минюста США, а Минюста США, с ними лучше не шутить, тем, что как-то очень привечают детей родственников российской политической элиты. Расскажи, пожалуйста, что это за ситуация, как давно она длится, и главное вот это внимание Минюста США, это что-то, что может привести к каким-то реальным последствиям, или это просто, ну, так, передали привет, обратили внимание, а дальше выживите, как хотите. Нет, это не просто передали привет, как правило, если деньги американских налогоплательщиков начинают тратить на какое-либо финансовое расследование, или белопротничковое расследование, или это вопрос отмывания денег, или коррупционное преступление, то американцы стараются доводить эту ситуацию до конца, ну, насколько это возможно, довести до конца, то есть до направления материалов в суд, например. И швейцарские банки, это действительно своего рода такие уникальные оазисы финансовой офшорности, да, или анонимности, которые на самом деле уже год за годом перестают быть таковыми, и они вынуждены обмениваться информацией с американскими властями, они заставили это дело десятью годами раньше, в рамках такого беспрецедентного дела, которое взломало фактически швейцарскую банковскую тайну, и эти данные начинают направляться американским правоохранителям, по крайней мере, по линии граждан Соединенных Штатов Америки, но эти банки действительно являлись значимым игроком на международном финансовом рынке именно с точки зрения управления капиталами, в том числе и капиталами тех людей, которых принято называть клиптократами, автократами, олигархами и так далее. Швейцарские банки всегда выбирали очень скажем такой сложный путь с точки зрения этической, наверное, оценки, выбирая формальную законность над этическими нормами и принципами и, разумеется, формально ничего банкам не мешало находить точки кооперации с такими авторитарными странами или странами, которые наполнены коррупцией. И это не только хранение капиталов, например, российской политической элиты или российских олигархов, но это еще более тесные связи, которые касаются попадания на работу, на очень высокие позиции внутри банков детей российской, российских чиновников, российской элиты. Мы знаем о том, что в списке этих людей сын депутата Аксакова, который отвечает фактически за финансовый рынок страны и это формирует определенный конфликт интересов. Это и Петр Жуков, сын заместителя председателя Государственной Думы, известного, то есть тоже по связям с банковским сектором господина Жукова. Это и Алексей Козак, это сын зампред администрации президента, который оказывал достаточно сильное влияние на украинские события и украинские процессы, которые сейчас происходят, в том числе и курировал Украину в администрации президента. И брат нынешнего министра Дальнего Востока и Арктики, моя любимая тема, ты знаешь, Чекункова, который тоже вот до сих пор работает в Кредит Сюз, это одно из ключевых и значимых финансовых учреждений в Швейцарии. Такая тяга российских чиновников и детей российских чиновников к финансовому сектору не уникальный продукт. Мы знаем о том, что китайские чиновники также отправляют своих детей и был буквально год назад, наверное, скандал большой, когда журналисты, расследователи выяснили, что несколько влиятельных китайских чиновников также имеют детей, которые работают в этих финансовых учреждениях, в том числе в Швейцарии. Думаю, что это не единичная история, потому что были же такие же прецеденты в Deutsche Bank и это уже не швейцарский банк, это уже банк, скажем так, американский, да, с такими с европейскими корнями, назовем его так, да, и очевидно, что там тоже были примеры, когда там дети российских чиновников из финансового блока правительства работали. Такие вот дела, Тань, думаю, что это важная история с точки зрения, наверное, лицемерия, да, когда мы говорим о том, что... Ну, да, просто вот, ну, про лицемерие понятно, про вот этот вот хваленый нейтралитет горен в аду тоже понятно, вопрос только, может ли те претензии, которые озвучивают Миню США, изменить ситуацию? Да, думаю, что могут. Ни одна банковская система, ни один банк в мире не может сказать, которая работает, которая погружена, конечно, в международную финансовую систему, у которого есть корреспондентские счета в долларах, не может сказать американским регуляторам «нет, извините, мне все равно на ваши штрафы, на ваши проверки и так далее». И в этом смысле швейцарские банки не уникальны, большое количество операций, которые у них проводятся в долларах, и если вдруг американские власти, скажем так, действительно захотят наказать какой-то из банков, это придет скорее к крупному штрафу, но не закрытию этого финансового учреждения. Но мы знаем, что американский финансовый регулятор уже делал подобные истории, проводил проверки в отношении латвийских банков, после чего эти банки закрывались. Думаю, что швейцарская финансовая система более устойчивая. Вопрос, видимо, баланса между вот той жадностью в получении доходов, швейцарские банкиры, в том числе и с российскими корнями многие из них, пытаются каким-то образом получить на этой всей неустойчивости российского политического или финансового даже сектора, когда требуется кстати, у меня еще одна история на эту тему есть, требуется доступ к финансовой системе международной и претензиями американского регулятора. Я могу сказать так, что если в паблик уже просочилась информация о проверке со стороны американских властей швейцарского банка, то это очень значимое событие. Аналогичные проверки часто заканчиваются большими штрафами и просто подрывом репутации. Могу сказать, что наш с тобой любимый Бабаков Бабаков тоже другой заместитель представителей Государственной Думы, спецпредставитель президента Российской Федерации по работе с соотечественниками за рубежом. Мы-то знаем, как он работал за рубежом с соотечественниками, с кем договаривался, какие теневые сделки пытался совершить, как он пытался отмывать деньги в России. Это все мы с тобой в предыдущих программах обсуждали. Но важно, что господин Бабаков попав в санкционные списки, в том числе и Швейцарии, летал в Швейцарию на лечение. Лечил там свои болезни и понятно, что возможно это было просто формальное какое-то обстоятельство для получения визы. В Швейцарии же, конечно, мы знаем, что у многих представителей российской элиты счета в швейцарских банках и возможно это был аргумент для посещения этой страны. Напоследок хочу попросить тебя рассказать про Transparency International России. Напомню, если вдруг вы пропустили этот момент, забыли или как-то, ну, мало ли, не до того было. Какое-то время назад, кстати, довольно давно, Transparency International России признали нежелательной организацией. Это, в общем, один из худших сценариев для любой организации, для любой структуры, потому что и работы в нежелательной организации, и сотрудничество с нежелательной организацией, это уголовное дело в Российской Федерации. Такие уголовные дела были, мы видели, что раньше по нежелательным организациям преследовали в первую очередь структуру Михаила Ходорковского, но это было еще давно и до войны. сейчас пошли по борцам с коррупцией, по наблюдателям за выборами и по журналистам. Что теперь с Transparency International России? Как я понимаю, вы более или менее как-то пересобрали всю структуру. Расскажи, понятное дело, не нарушая протоколы безопасности, потому что это судьба конкретных людей, поэтому здесь главное не навредить. Расскажу, что я не переставал называть себя директором Transparency International России, потому что юридическое лицо в России мы ликвидировали несколько дней назад, то есть оно проходил долгий процесс ликвидации и нам надо было завершить эту процедуру ликвидации. Важно, что да, действительно мы вынуждены пересобраться, уехать из России и продолжаем работать из-за рубежа. Это другая команда, это другая организация, другие люди и организация называется Transparency International Russia in Exile в изгнании, если бы на русский язык переводить. Предполагаю, что изменятся и некие формы нашей работы, мы не сможем охватывать большое количество вопросов, вопросов, касаются коррупции в России, не на все нам хватит ресурсов, потому что мы просто не смогли, мы отказались от части команды, часть людей выпала из-за рисков, и те новые люди, которые пришли в команду, они являются специалистами в несколько других вопросах, вопросов больше касающихся трансграничных схем отмывания денег, вопросов санкционной политики, вопросов, связанных с глобальной адвокацией, то есть донесения голоса о том, что происходит в России с точки зрения коррупции, отмывания денег для глобальных институтов или до глобальных акторов. Это русскоязычная комьюнити экспертов, которые остались работать в организации, но уехали за рубеж. Соответственно, профиль нашей деятельности несколько поменяется, но важно, что проект находится уже за периметром нашего функционирования, а у нас осталась небольшая команда экспертов, которые занимаемся исключительно вопросами, скажем так, трансграничных схем, вопросов, связанные с подховкой аналитических отчетов и докладов, которые могут повлиять ситуацию на глобальном уровне и которые интересны, как правило, зарубежным акторам, зарубежным исследовательским группам, расследователям, и наша экспертимиза в этом плане, конечно же, она незаменима, и мы будем стараться продолжать нашу работу, и в ближайшее время уже выпустим доклад, который касается коррупции и войны, последствий войны в России, думаю, что мы его тоже сможем у тебя обсудить. Да, непременно. Единственное, что не знаю, можешь ты ответить на этот вопрос или нет, было несколько больших проектов от Transparency, рядом с Transparency, про которую мы, кстати, рассказывали, там, деклараторы, не только. Это остается или пока нет? Нет, эти проекты находятся, они в свободном плавании, они от нас отвалились, какие-то закрылись проекты, поэтому к нам эти проекты уже не имеют отношения. Хорошо, тогда ждем подробных новых исследований, рейтингов и интересных докладов от Transparency International Russia in Exile. Илья, ты не против, если я и дальше буду тебя называть генеральным директором Transparency International России, или надо обязательно каждый раз про Inexile говорить. Меня называли уже мои друзья Илья Inexile, поэтому если ты хочешь, ты можешь называть, но в принципе просто можешь Transparency International Russia называть. Окей, договорились. Inexile это будет такой middle name. Илья Inexile Шуманов. Спасибо большое, Илья, и увидимся через две недели. Спасибо. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, делитесь впечатлениями, комментариями, предлагайте темы. Ну и как обычно, увидимся совсем скоро. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делиться этим роликом, потому что, как Илья обратил внимание, это имеет самое непосредственное влияние на происходящее. Увидимся. Спасибо.